Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. У нас уже много видео по инструментам от Google, ссылка на плейлист в описании. И раз уж пошла тема простых инструментов для самоорганизации, обойти вниманием Google Keep я не мог. Разобраться с Google Keep можно за пять минут, а функцию упорядочения хаоса в мыслях он вполне выполняет. Смысл заметок в том, чтобы не писать важные и неотложные на ресторанных салфетках, а хранить где-то в одном месте. Google для этого вполне подходит. Тем более, если вы пользуетесь Gmail и Google календарем. Заходить в заметки как раз удобнее и с Gmail. Если у вас нет этой панели, напомню, она может быть просто свернута. Написать быструю заметку можно и здесь, но все обилие возможностей открывается в полноэкранном режиме. Собственно, с самими заметками все просто. Создаете заметку, можно добавить еще заголовок, все, заметка есть. Если хотите выделить, можно ее покрасить в какой-нибудь цвет. Сейчас сначала про заметки, потом про систематизацию. Кроме обычных заметок можно делать списки. Ну, в смысле чек-листы. Вот такой список дел на завтра. Ну и соответственно выполненное можно отмечать. Также можно создавать заметку с фотографией, но совершенно не обязательно выбирать это здесь. В любую заметку вы можете добавить фотографию. Это будет тоже самое. А вот так фотографию можно удалить. Более того, можно добавить в заметку принтскрин. Причем прямо из буфера обмена. Это удобно. Для создания принтскринов я пользуюсь программой LightShot. Тоже, кстати, очень удобно. Вот я скопировал принтскрин в буфер обмена и вставил заметку. Просто Ctrl-V. А еще можно закреплять какие-то заметки. Понятно, что наиболее важны. Еще тут есть возможность рисовать в заметках, но мне кажется это уже от лукавого. А разве что для художников, которым срочно нужно сделать набросок будущей гениальной картины. Но много ли художников будут использовать Google Keep и сколько из них рисует на компьютере, не знаю. Боюсь, что немного. В любом случае функция такая тут есть. С заметками все. Тут действительно Google все предельно упростил и оставил только самое необходимое. Мне, кстати, этого необходимого достаточно. Теперь систематизация. Понятно, что все это, сваленное в повалку, быстро нивелирует пользу заметок, поскольку ничего нельзя будет найти. Поэтому тут есть ярлыки. Можно их создать, например, отсюда. Отсюда же их впоследствии можно удалить. Пока ограничимся двумя. Вот они появились. Пока пусты. Теперь берем заметку и ставим хэштег, ну то есть знак решетки. Выбираем куда положить и все. Заметка у нас теперь лежит в личной жизни. А это будет в работе. Хэштег можно ставить куда угодно. Он его подхватит и поймет, что разговор идет о ярлыках. А так можно удалить ярлык. Все. Теперь у нас в личной жизни одна заметка и в работе еще одна заметка. Если у вас открыт ярлык, в данном случае работа, создавая заметку, вы сразу создадите ее с ярлыком работа. В принципе для систематизации этого достаточно. Создаете какое-то количество категорий, что-то важное прикрепляете наверху и можно с большой долей вероятности говорить, что ничего важного у вас не пропадет. В общую категорию заметки, где у вас все свалено бессистемно, в таком случае можно не заглядывать, чтобы не пугаться. Удалять заметки достаточно просто. Выделяете сразу по многу, нажимаете кнопку Delete. А в корзине удаленная хранится еще 7 дней. Собственно на этом можно было бы и закончить, но тут есть еще напоминание. Опять же не обязательно создавать напоминание отсюда. У всех заметок есть функция напоминания. Сейчас покажу. Тут все просто. Выбираете дату и время, когда придет напоминание. Он предлагает три предустановленных времени. Это задается в настройках и можно установить свое. Но еще раз. Не обязательно заходить в напоминание. У всех заметок есть функция задать напоминание. Нельзя сказать, что напоминает так, что невозможно пропустить. Скорее легче это не заметить, но если подключить оповещение от Google Keep в браузере, то вполне себе сносный будильник получается. Google хорош в том числе тем, что не усложняет. Конечно, хочется больше функционала, но в выборе между ничем и простым инструментом я, например, выбираю второе. Все любите друг друга и простые решения. Чаще всего они самые верные. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.